Гоголь Называется Гоголь как Неофит. Гоголь – это удивительный гений, который пережил в своей жизни глубокое обращение к Богу. И как почти всякий новообращенный, практически любой, испытал болезнь Неофитства, которая привела его к болезни физической и к его печальному концу. Дело в том, что на территории РПЦ издавна считается, что духовность выражается строгостью и постом, но еще и мрачностью духа. И поэтому Гоголь, побывав даже у оптинских старцев, выбирает себе в духовники священника дикого и сурового, думая, что именно такой пастырь лучше других справиться с его душой. О том, что с душой нужно не справляться, а наоборот растить ее в заботе, Неофит никогда не думает. Особенно, если этот Неофит живет на территории РПЦ. Неофитство приходилось переживать всякому человеку и всякому, если только он захочет мудрости, приходится искать того истинного апостольского православия, которое скрыто в Евангелии, в литургии, в мысли и жизни святых отцов. Встреча с Богом, прежде всего, встреча с его святыми. Но пока мы найдем эту подлинность веры и церковь, как царство Троицы, мы получаем рады. Мы получаем, как об этом говорил Антоний Сурожский, травматический опыт церкви. Даже великий Гоголь, таким образом, попал в просаг, поначалу думая, что все священники равноценно мудры, что и оптинские старцы, и любой, ничего не умеющий приходской священник, к тому же грубый и глупый, могут дать ему правных, хороший совет. Так, впервые встретив невежественного, консервативного, непримиримого и строгого священника Матфея Константиновского, с которым он до этого два года составил в переписке, Гоголь подошел и поздоровался с ним. Матфей его спрашивает, вы какого исповедания будете? Я православный. А по-моему, вы ли ты ранен? Нет, я православный, я Гоголь. А по-моему, сударь, вы свинья, раз не подходите к священнику под благословение. Дмитрий Менделеев, известный ведущий библейского сюжета, по этому поводу замечает, что неофиты ценили в отце Матфея как раз прямо оттуда ходившую порой до грубости. И, конечно же, неопытный в вопросах веры Гоголь, как и всякий новоначальный, жутко обрадовался, что его назвали грешником, свиньей, что его оскорбили, унизили, что его значение подорвали. И, решив, что раз его оскорбляет служитель храма, священник или епископ, кто-нибудь такой, то это что-то пророческое. И тотчас Гоголь выбрал отца Матфея своим духовником. Гоголя часто, как и многих других великих людей, мучили комплексы, фобии, страхи, переживания. Особенно его мучил страх смерти, и он просил утешения у отца Матфея, но тот только призывал его в более строгой аскезе, заставлял чудовищно поститься, мучил его, призаказывал бросить литературу, перестать писать, перестать перечитывать Пушкина, потому что якобы у Пушкина много грехов и так далее. То есть его руководство отличалось крайней дикостью и глупостью. Известно, что именно это общение с неспособным дать совет священникам и привело Гоголя к болезни. Ведь еще Василий Великий и Симеон Новый Богослов говорили, что давать духовный совет может только тот, кто имеет в себе Духа Святого. Будь это мирянин, священник, кто угодно, но имеющий в себе Духа. А это очень редкие люди и очень-очень редкие священники, и епископы такие практически уже не встречаются. Но чтобы понять это, нужно прийти к пониманию, нужно испытать много боли, подобно Гоголю, который, конечно, принял православие как свет, как веру, как красоту и вдохновлялся этой красотой. И даже отец Матфей не смог ему радость о Христе своей аскезой угасить. Но возникает вопрос, почему же Гоголь, такой умный, такой мудрый, такой глубокий человек, терпел подобное отношение к себе со стороны примитивного и абсолютно посредственного священия? Дело в том, что человек, пришедший в храм, расположен к покаянию. Он чувствует свое недостоинство, в добром смысле этого слова, недостоинство перед Богом. Но тут вмешиваются силы зла, к Неофиту приходят авторитарные люди и говорят, ты говно, ты свинья. И он с радостью отвечает, я же всегда знал, что я говно, я же всегда знал, что я свинья, я в церкви это понял, я-то теперь думаю, что я говно, а значит, вот оно передо мною истинное знание души. Это знание без обмана. И доброе чувство недостоинства, направленное на Бога, становится плохим, направленным на самоуничижение перед людьми. Включается невротизм, появляется комплекс жертв, и покаяние превращается в церковный невроз. Кроме того, в религии славян всегда существовала центрированность на боли. Композитор Софья Губайдулина очень глубокими словами это выражает. Цитирую. Боль – это реальность русской истории. Ну, можно сказать, вообще славянской. Такой человек с древних времен особенно глубоко осознает эту реальность. Необходимость преодолевать боль отразилась и на характере веры. Боль – это мера веры. Так говорит о Русской Православной Церкви и о верующих, ходящих в нее Софья Губайдулина. Она говорит эти слова с восхищением. Это внимание к боли понятно и связано с историей славян. Но боль вообще существует в истории падшего мира. И все же Христос делает особенный акцент в вере на радости, на ликовании о жизни, на детской доверчивости, что Бог есть любовь, а любовь не может допустить зла любимого. Он сам перенес боль, и он говорит нам о реальности воскресения, то есть счастливого конца для всякого доброго человека. Ученый Алексей Лосев писал об этом, что в РПЦ знают, что есть Великий Пост, но всегда забывают, что есть и Светлое Воскресение Христово. Совсем по-другому Гоголь был принят и принимаем в Оптиной пустыни. Святой Варсонофий Оптинский, глубоко ценивший творчество Гоголя, в одном из своих разговоров подробно рассказывал о том, как Николай Васильевич приехал в Оптину пустынь к старцу Макарию, и о том, что произошло на этой встрече. Я процитирую вам этот прекрасный фрагмент из диалогов Варсонофий Оптинска. Итак, есть предание, что старец Макарий предчувствовал приход Гоголя. Говорят, он был в это время в своей келье, и кто знает, не в той или самой, так как пришел-то Гоголь прямо сюда. Отец Макарий быстро ходил взад-вперед по келье, говорил бывшему с ним монаху, волнуется что-то сердце у меня, точно что-то необыкновенное должно совершиться, точно ждет оно кого-то. И в это время доказ докладывают, что пришел Николай Васильевич Гоголь. И вот Гоголь у старца начинается беседа. Без свидетелей проходила она, никем не записано, но Бог присутствовал во время нее невидимо, и божественная благодать преобразила душу Гоголя. Как бы желал я, да и вы, думаю, тоже не отказались бы послушать эту замечательную беседу великого старца с великим писателем. Вероятно, была она очень содержательна и представляла величайший интерес. Старец Макарий в высшей степени обладал даром слова, и речи его оказывали огромное влияние на душу слушателя. Выйдя от старца, Гоголь говорил, «Да, мне сказали правду, это единственный из всех известных мне людей, кто имеет власть и силу повести на источники воды живой». И Гоголь переродился. Он сказал себе, вошел я к старцу одним, вышел другим. Гоголь пишет об этом знакомстве, точнее говорит в Арсенуфе Оптинске, и его слова были записаны. А ведь обратите внимание, дорогие, к Макарию Оптинскому приезжали тысячи людей. К нему ездила вся тогдашняя Российская империя. Оптину пустынь посещал цвет мысли той страны. А когда Гоголь подходил к пустыне, то Макарий получил особенное извещение, как о самом необыкновенном госте. Вот как Бог ценит тех, кто говорит его голос. История Гоголя – это драма высоты и низости духовничества. Как писатель, несущий красоту, как светлая тонкая личность, он всецело принимался святыми старцами Оптиной пустыни, которые помогали Гоголю раскрыться так, как писателя задумал Бог, то есть полностью устремленным к свету. Но выбранный им в духовники священник Матфей был неумелым вожатым, не учитывал тонкость, не учитывал ранимость писателя, не брал в расчет его больные нервы, а жестко и авторитарно вел себя с ним и действовал по однажды усвоенному им шаблону отношения к людям, которое сейчас выражается в остроумной формуле молиться, поститься и слушать радио Радонежи. Матфей выступал против литературных занятий Гоголя, а тот, будучи неофитом, никак не мог признаться самому себе, что советы такого священника ему неприятны, не мог признаться самому себе, что советы такого священника чудовищны, потому что неофиту свойственно всех священников считать правыми и не свойственно анализировать то, что он слышит, даже когда услышанное от священников и епископов идет вразрез с тем, что говорится в Евангелии Христу. Все это составило Гоголю плохую службу. И если старцы Оптиной пустыни были для него благословением, то неумелое духоводство Иерея Матфея стало для него проклятием, которое Гоголь не мог проанализировать и понять, неофитски считая всех священников правыми во всех их суждениях. Гоголь испытывал конфликт, ощущение Духа Святого, каким он его знал у святых старцев Оптиной, и обычного, казенного, неумелого духовничества, которое встретило его в лице обыкновенного, ничем не примечательного священника. Этот конфликт и привел к усугублению его болезни. Для невооруженного взгляда ночное небо темно, но будь у человека телескопы, он различит неслыханное величие далеких звезд и галактик. Так и отец Матфей Константиновский говорил, что в Гоголе есть что-то темное, и этим расписывался в своем неумении видеть, потому что его мелкое зрение не могло разглядеть за ночным небом ту красоту, которая там скрывается. Нужно сказать, что у великих, настоящих, больших духовников существует три важных свойства. Первое свойство. Такой человек не смотрит на нас сверху вниз. Когда я приезжал к старцам, действительно, светочам нашего мира, ни один из них не надмивался ни надо мной, ни над кем другим из приходящих. Наоборот, они служили тем, кто к ним приходил. Когда я приехал впервые к старцу Дионисию, он постоянно смотрел, чтобы у меня на столе рядом со мной был чай и угощение. И как только угощение и чай заканчивались, он просил монаха принести еще. Я все время был угощаем. То есть за мной смотрели. И это постоянно. Когда приезжает к старцу Дионисию, он даже в монастырях каждому гостю келью отдельную подбирает под, скажем так, стать гостя. И нас с супругой селят всегда в такой вот писательской комнате, которая очень красивая и с большой библиотекой. Второе, что есть у настоящего духовника, это не шаблонность ответа. Такие ответы подходят лично нам, потому что из всех сочинений отцов, из всей мысли он выбирает то, что нужно конкретно тебе. Я вспоминаю, что старец Гавриил Стародуб говорил нам, что он двум разным людям на один и тот же духовный вопрос. И вообще вопрос дает два разных ответа в зависимости от состояния пришедшего. Разве не так действует опытный врач? Разве врач прописывает всем одно и то же? А вот неопытный врач, да, он пропишет всем одно и то же. А опытный пропишет каждому под его особенности болезни и особенности излечения, учтет еще и нервы, учтет еще и переживания, все учтет, чтобы человек мог расти. И третье, что есть в великом духовнике, на его лице мы видим сияние вечной жизни. Когда общаешься со старцами, ты видишь реальность Бога. Вот что давали старцы мне, вот что давали старцы Гоголю, когда он приезжал в Оптину пустынь. Но неофитский он, к сожалению, выбрал совсем-совсем иное. Ведь лица праведников прекрасны. Есть история об Антонии Великом, к которому приходили три человека, и двое его все время спрашивали, а один молчал. И старец Антоний спросил, почему же ты молчишь? А тот ответил, отче, мне достаточно смотреть на тебя. Так прекрасны лица праведников. Так человек меняется рядом с ним. Но для Гоголя встреча с диким священником закончилась смертью. А увидев святых старца в Оптиной пустыне, он не смог противопоставить увиденное тому насилию, которое над ним чинил священник Матфей Константиновский. Почему же Гоголь все-таки умер? Почему он не перенес искушение неофитством? Ответа долгое время не было, пока его не дала наша мудрейшая Лариоль Великолепная. Она сказала, что перед большинством прихожан вообще вопрос неофитства не стоит. Они не хотят расти к большему и не станут искать высоты. Господь спасет их просто потому, что они ходили в храмы. И в раю они уже будут расти. Но когда человек высок на земле, как Гоголь, то вопрос подлинного и ложного в церкви перед ним должен обязательно встать. И он должен перерасти свое неофитство и отринуть ложность, которую он встречает. Он должен понять, чем отличаются оптинские старцы от Матфея Константиновского. Но если Бог видит страшную вещь, что этот высокий, великий человек не перерастет свое неофитство, что будет тогда? Тогда великий человек упростится до уровня того примитивного руководителя, которого он избрал себе в наставнике. И вот, говорит Лариоль, чтобы это не произошло, чтобы Гоголь великий, высокий, необыкновенный, не упростился до примитивного понимания веры, до банального отношения к Христу, чтобы Гоголь не стал таким, как все, Господь прервал его жизнь на земле, чтобы встретить его на небе и чтоб радости его никто у него не отнял. Субтитры создавал DimaTorzok